я сразу мне стало грустно друзья потому что а я же не могу обойти а дело в том что мне практически незнакомых болезни деревьев вот и почему я чем дальше живу тем больше прихожу к такому мнению что болезнь это каковых нету да есть повреждения естественные удар молнии олень взял объел или там лось это все это ладно ну вроде плодовых деревьев почти не касается а зайцы ух враги зайцы да вот оба почему почти все враги начинаю разбираться да я же сделал сотню фотографий у меня есть крутейший помощник он же и свидетель свидетель юрина санасовинич я не она все лето это у нее была практика она не видела ни разу чтоб я опрыскал я чтоб по ночам опрыскал нет вот минимальное количество тли и причем я полностью это единственное два раза нашли на вишне ну это всего два раза а листья вишневых то не два а миллионы значит на вишнях нет на сливах венгерках нет на абрикосах нет на грушах нет на черешнях нет на персиках нет все чистота остается то те кого у кого это от природы нет иммунитета к этим самым это яблони и сливы или плоды все остальное все они страдают можно назвать этих самых как их назвать болезни нет это внешний враг чем здоровее дерево тем у него больше иммунитета и даже на яблонях я их не опрыскивал и сливы не опрыскивал скрутило столько сколько я им позволил то есть они свое взяли вот поддерживает иммунитет за счет того что все таки сок пьют вот какую-то небольшую часть портят все что там так мало дырок так мало как так кругом жутки 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 все жрут съедают чудо а у меня нет опять иммунитет дерево не калечить вот опять потом смотришь смотрите это сама из грибкового заболевания сам распространенная парша дерево чистое на абрикосах парша вообще в жизни ни разу не встретил вот до чего дошло а вам будут учить вот это все я даже боюсь вот это сейчас с вами с вами вот это все представляете это чтобы вы каждый день в саду вот пропустить это все потому что это я уже в отчаянии написал а это откуда 40 обработок то берутся ты ужас какой-то ведь чеку надо было по шагу все весной лето осенью и все это щетку металлическую идиот попробуй себя щеткой думай что ты делаешь на черт шероховатость кто тебе сказал что дерево должно быть не шероховатым миллиарды дерево шероховатые ты подходишь к миллиард шероховатые растут процветают дают урожающее ты подходишь миллиард первому говоришь а я взял лучше ободрал она погибла вот и тут что только нет клей клей пва добавлять в гашеную известь знаете для чего и чтобы не известь не отваливать а дышать то чем будет всю жизнь билили гашеную известь она отваливается деревья не успевали погибнуть ну это чё дошли то тот кто придумал клей добавлять он же вообще с одного с отношениями вот обычно сжигают листья ну ведь это все плодородие сжигает сложные органические соединения или ансанасович подтвердите превращается в простые это углекислый газ до этого азот и этот самый ой господи после окончания их нужно собрать прежде чем же мы собрали кормить дерево кто будет перекапывать почву пресвольных кругов вы попробуйте сотку вскопать глубоко перекапывать и ведь это все людям на это как вместо того чтобы вот эти вот самые где они там делись вот вместо того чтобы уже научили их нормальных людей бедных не этих студентов вот здесь то почему здесь то ни слова почему все это дурь процветает стране вы это для чего нужны вообще выпустили еще миллион еще миллион ничего миллион ни садов ни хрена нету представляете если мы сейчас вот это было все это самое научной литературе в эту вспомнили про прошу где-то середины прошлого века болезнь стала распространяться заметьте до этого она не распространялась и приносить ощутимый ущерб промышленных садов большой плотностью посадок имеющих одинаковый генотип единство умное знаете что здесь написано про одинаковый генотип это да страшная вещь вот это единство умное так ни хрена нет что допускать то садите перемешку помните мое понятие это являл понятие смешанный сад облетит крылышко метля муравьи не причем абрикос которая у него это самое зуб не зуб не мед за ними я был не облетит крепость называют смешанный сад но это ладно вот единство умное а почему причину не назвали причину средствами перепутали колеса деревьев обмышленные сады чем дальше тем изощренней стали чем дальше тем изощренней их или калечат 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 оба на кой они болеют а их давай опрыскивать а как и сколько это ужас это если все это вы бы прочитали я больше я бы концу уже посмотрел ни один меня не слушает я поэтому боюсь это делать как только средства массовой информации научили улучшать деревья с тех пор то и пошло вот это парша а не наоборот ладно пропустили не могу я это читать и видеть это все нормальному человеку обрезка сильно осветляю крону видите как вот все надо вот тут вот все все всем залить чем что только на свете всем этим залить надо и конечно обрезка сильно осветляю крону конца зимы а окончательно от парши избавиться не удалось мы все приехали вот я спрашиваю вы нас садоводов дустом не пробовали ведь когда вы все это все это деревья это всеми ядами опрыскать вы все думаете садоводом не достается а плодам не достается и у и и и и Субтитры создавал DimaTorzok